А в общем-то всем привет! Меня зовут Полина, я начинающая модель. И на данном моменте я нахожусь в Милане, приехала сюда в модельную поездку абсолютно первый раз. Абсолютным новичком ничего в этой теме в принципе не знаю. Просто поставила себе такой челлендж, решила попробовать. И в принципе с этим видео хочу начать свой блог, где я буду вам рассказывать о своих впечатлениях, о каких-то моментах. Давать девочкам, новичкам тоже советы какие-то, кто хочет поездку, почему-то не решается. Видео будет выходить мои каждые три дня, начиная с этого числа. Просто буду подводить итоги этих трех дней, показывать вам самые смешные моменты, давать какие-то советы и так далее и тому подобное. Так что подписывайтесь, если вам это интересно, продолжайте меня смотреть и добро пожаловать. В самом Милане я приехала очень поздно ночью, чуть ли не в 12 часов. Из аэропорта меня забрал таксист, я знала, как его будут звать, я знала его телефон. Все было договорено, мне вся информация была прислана на мою почту. Он меня довез до гостиницы, очень приятный мужчина, очень классно поболтали, жаль, что не получилось его заснять. Тогда, в общем, в гостинице на ресепшене мне дали ключи от моего номера, и дальше я уже начала подниматься наверх. Но я не знала, где я буду жить, никто мне никакую информацию как бы не давал. Я знала только адрес, а что, где, когда, как, с кем, я ничего об этом не знала. А это была ночь. И дальше со мной произошла очень смешная ситуация, которую мне хотелось бы с вами поделиться. Выглядело-то всё примерно так. Я захожу в комнату, включаю свет, ставлю там чемодан, начинаю шуметь, думаю, что я одна. И тут просто прохожу дальше в спальню и вижу, что там спит какой-то человек, то есть полная темнота. У меня свет горит только в коридоре, но там спит какой-то человек. А на моей кровати, вот этой средней кровати, там разбросана куча вещей. Все вещи были на моей кровати, везде там справляются чемоданы и так далее. А спала она сама в наушниках, оказывается, и поэтому меня абсолютно не слышала. Я уже в конце концов начала её трясти, она не просыпалась. В итоге, естественно, она меня очень сильно испугалась, я долго ещё приводила её в чувство. После этого мы разговаривали, поняли, что из одного агентства, поняли, что нам в определённое время практически одинаково нужно идти к ним, назначенную нам встречу. Мы договорились идти вместе. Нам вставать нужно было через 4 часа, как я ложилась. Это было просто отвратительно, она меня разбудила. Я сказала, всё, типа через 10 минут мы выходим. Я такая, господи, что? Я даже не успела накрасить, но я думала, типа, первый день, там, всё дела. В общем, я просто не какущая, реально абсолютно не какущая. Вышла из дома, мы очень сильно опаздывали, бежали с ней. Но в агентстве оказались просто шикарные люди. Мы заполнили с ней все анкеты, все бумаги. Нас познакомили со всеми букерами, которые там есть, со всеми администраторами. В общем, со всей классной командой лично меня познакомили. Сделали мне книжку, потом я внизу в администрации оформила все документы, пописала контракты, дала все документы, которые нужно было везти в поездку. В принципе, после этого мне сразу же выдали расписание на этот же день, что вот у меня у тебя кастинг через 10 минут, там тут рядом, давай проходи. И дальше там ещё кастинги. Я такая, господи, я вообще, я не знала, что делать на кастингах. Я вообще без понятия была, что и как. Слава богу, мне попались хорошие девочки, мне там объяснили как-то что-то. Но первый день это было ужасно, потому что я была, во-первых, вообще не какущая, во-вторых, я болела. И вообще первые мои дни проходили, это просто одни там чии, таблетки. Это вообще вот эти первые три дня. Сейчас я уже более-менее вызрела. А так это просто было ужасно с этой температурой. И просто отвратительно себя чувствовала. Она спит сейчас. В том, что у них нету крышек. То есть у них есть все эти кастрюли, сковородки, но у них нет крышки. И из-за этого, как бы, вода, которую я кипячу, она не может скипеть минут 15. То есть она вот в таком состоянии находится, ладно, не 15, а минут 10. И о, о, что-то уже проиграет. Видите, пузырьки идут. В общем, мой чайник. Вот так вот выглядит наша соседка и комната. Так у нее квартира. Здесь у нас направо заходишь ванну. Все как надо. Ванна с душиком. Ванна, туалет, раковина. Все отлично, все супер. И тут две кровати. Стол. Даже телевизор есть. И маленькая кухонка. А за этой вот стеночкой и там большая. Могу не показать вид из окна. Он не из самых приятных, так скажем, поскольку он прямо на стройку, в принципе. Но будем надеяться, что здесь становится что-то классное. Что-то хочу вам рассказать, что я получила в агентстве в первый день. Выдают такую вот книжечку. Это очень важная книжечка, с которой вы ходите на каждый кастинг. Писано мое имя. Это как бы мое портфолио. То есть тут все мои... Некоторые. Точнее, мои фотографии с фотосессий. С работы, может, какой-то даже. Тесты и с работы что-то. Да, у меня их очень немного. Так, видите, она очень толстая. Также очень важно об этой книжечке, это то, что мне об этом не сказали. И я в ступор встала на кастинге, когда мне спросили, типа, композит. Спросили мне дать композит. Я такая просто, что такое композит. В общем, знаете, что на английском это называется композит. Это как бы ваша карточка. То есть, которая говорит, откуда вы, из какого агентства вы пришли, какое ваше имя. Напоминает о вашей внешности и говорит о ваших параметрах. На кастингах они очень часто либо просят сфотографироваться, ну, то есть, вы фотографируетесь этой карточкой, либо вы просто ее отдаете. У каждой модели есть такая карточка, им просто потом проще выбирать. У них лежат так несколько карточек на столе, и они выбирают, кого взять. На самом деле, в Ума очень классное агентство. Не знаю, как остальные, но могу сказать о нем, потому что они очень заботливые. Они сразу же выдали мне карту, на всякий случай, там, если у меня сядет телефон, рассказали, как по ней разбираться, ну, как по ней ходить и всякое такое, где что находится, там отметили мне самые важные места. Также вот они мне написали, как делать эту метро-кард. Также мне выдали телефон. Прекрасный, чудесный беленький телефончик с итальянским номером. Это очень важно, чтобы у вас самая большая громкость была поставлена, потому что ваш букер или кто-то из агентства или клиент будут звонить на этот номер. И очень важно, чтобы вы всегда отвечали. Я попросила копию всех документов, которые я подписала, тут абсолютно все документы, потому что оригиналы они забрали. Я тоже вам всем советую, потому что мало лишь то, чтобы потом вы смогли прочитать и поняли, за что с вас прочитается. Итак, Верку. Двести четвертый номер, выходим. У нас на этаже, вот так, два этажа наш, и у нас на этаже очень сильно воняет травой. Там вот у нас пацаны-модели, и они очень развлекаются хорошо. Ну да, девчоночки, берите с собой большой рюкзак, поскольку я не знала, что так много вещей нужно будет с собой таскать. Например, вот книжку каждый день нужно таскать, купальни, каблуки, куча всяких документов, и я как дурочка взяла маленький рюкзак, и не знаю, что теперь делать, не с чемоданом же ходить, поэтому берите всегда с собой большой рюкзак, много вещей придется таскать, однозначно. Это плохая модель, которая пайдывает на кастинг, и покупает все больше продового автомата. Это был мой первый кастинг за все эти три дня, когда не вызывали конкретно меня, а он был объявлен как всеобщий для всех людей из всех агентств. И я была в шоке от сборища этих моделей, и не смогла это просто не заснять. Итак, день был под туктилы, еще успела, устала, иду кушать. На самом деле, надеюсь, что моей соседки нету, я могу нормально сейчас приготовить ужин. Сейчас посмотрим. Так, что же, открываем дверь. Hey! Are you home? Yeah! Nobody is home, I'm alone. Если бы она сейчас спала, было бы весело. Я прям буду. Две места, конечно, катастрофически не хватает, но вот у меня варится таким образом чай, заваривается, что смогут выключать. Тут курочка, дыня, помидорки, моцареллы и салатик. Это вот что получилось. Салатик сверху я полила медом, будем пробовать. Всем доброе утро, я только что проснулась, будет тренировочка, душик и кушать. Хорошо, что сегодня на кастинге не так рано, поэтому есть на все это время. Сегодня третий, посмотрим, что у нас на завтрак. Это апельсинки, йогурт, карасанчик и чаечек с лимоном, потому что я все еще не вытрирую. Хотелось бы вам рассказать вот о такой карточке, которую я вчера получила. Называется она ASSEM Card. Я не знаю, как в других странах, я точно знаю, что в Милане, вот тут даже написано Милану. Но эта карточка подтверждает то, что вы очень хорошая модель, потому что представляете очень хорошее агентство. То есть эту карточку, крутые заказчики могут попросить эту карточку для того, чтобы понять, как бы престижная вы или не престижная. Как я поняла, это работает таким образом. В общем, у каждой престижной модели в Милане должна быть такая карточка. Ну что ж, отправляемся в путь-дорожку, навстречу к приключениям. Идем, ну да, ключи, конечно же, я забыла. Довольно я симпатичненько тут, ой, этот небоскреб, здесь вот в пяти минутах магазин. А сюда вот зайти, и будет экспресс-фуд. Да, мне нравится мой райончик. Ой, не знаю, на что-то еду, я потом взять, не знаю, расскажу. Сегодня у меня, кроме кассингов, в расписании запланирован походка к врачу, поскольку я привезла с собой справку о здоровье, но им нужны на итальянском языке. Вечером только к врачу, а днем я взяла урок по походке модельный, потому что мне сказали, что оно у меня очень плохо поставлено. Так что посмотрим. Интересно просто, это все за деньги мои, за мой счет или не за мой счет. Вот, выясню, расскажу. Я, в общем-то, заблудилась и нашла какое-то классное место красивое. Вот. Какое-то очень прикольное архитектурное здание. Интересно, что это такое. Красиво-то такая площадь. Я тут еще не была. Вот как хорошие, надо заблудиться, правда? Вот, как я узнала, это центральный вокзал Милана. Он был реконструирован в 1931 году, а построен был в 1800 каком-то году. Да, с той стороны он выглядит немножко по-другому. Тут посередине такая запись. Не знаю, получится меня приблизить. Ну, в общем, я думаю, вы видите. Очень красивое здание, мне прям очень нравится. И это один из самых крупнейших вокзалов Еврата. Кстати, очень интересно. Мне одно это напоминает Apple, которому зашили вкус. Интересно, это так и задумано? Ну да. Интересно, почему? Просто почему? Ну, зачем? Я думаю, что это какой-то фэшн-хаус, потому что я думаю, что это какой-то фэшн-хаус. На каждом этаже там дом дизайнера, дизайнерская одежда, все-таки серьезно. Там все очень-очень красиво. Я начала снимать, но мне даже запретили снимать. Поисков кафе забрала в какое-то классное место. Тут реально пройдешь, так понимаю, ладно. Каждая улица чем-то особенная. И, не знаю, мне очень нравится, очень красиво. Такие виды открываются вообще. В общем, я готова здесь пулять вечером. Тут, кстати, как и в Голландии, я замечаю, очень много велосипедов и мопедов. Как правильно его называют, да? Мопеды, моторолеры, да. И очень много таких стоянок замечаю, ну, еще больше даже. Вот этот район, в котором я сейчас нахожусь, в котором все гуляю, мне прям, ну, очень нравится. Что не идешь, везде кругом площади. Это пьезо для Италии, по-моему, пьезо Филиппа, я была там какой-то. Везде одни площади, очень красиво. Я иду искать какие-то знаменитые итальянские бутерброды, за которыми стоит очередь, пишут в интернете. И сейчас была на площади, и там все сидели, именно их и кушали, просто все. Я такая хожу, господи. В общем, это действительно оказались два самых популярных бестро в Милане. И слева это бестро с бутербродами, а справа с пиццей. И мой выбор почему-то выпал на пиццу. То есть везде были большие очереди, но я решила пробовать эту пиццу. Она так звучала прикольно. Антика пицца фрита, и мне стало интересно. И в итоге я ее и скушала. В общем-то, вот она, как выглядит Антика пицца фрита. Это просто пицца, которую закрыли и пожарили во фритюре. Но я прочитала в интернете, что это просто must-eat когда-то в Неаполе. Видимо, в Милане она тоже перебралась. То есть в Милане ее тоже можно попробовать. Говорят, что это безумно вкусно, но вот сейчас попробую. Короче, это очень вкусно. Я не знаю, видно. Идет пар. Там внутри это выглядит примерно вот так вот. Это очень-очень вкусно. Конечно, это очень жирно. Но я не толстею, я читер, поэтому... Ладно, сегодня ничего не буду есть просто. Я любитель, что, конечно, угора повеселила людей, потому что я вожу такой пиццей и с книжкой модели. И все понимают, что я модель. И я такая плохая модель. Вот, зашла выпить кофе. Очень красивое место. Мы начинаем с этим народом. Ла-ла за кофе. Слушайте, в моем детстве вроде были такие телефоны, но я вообще не могу в нем разобраться. Потому что это так сложно. Из меня только что выжили 3 евро за вот этот браслетик. Там стоял негр, и он начал с ним разговаривать, и я не смогла просто не дать денег для Африки и так далее. Он такой, типа, ну сколько у вас есть? Сколько вы можете дать для Африки? С чем мне дал браслетик? Спросил, есть ли у меня парень? Я говорю, что да, есть. Он сделал мне браслетик, и говорится, типа, вот, еще второй, отдай парню, это говорят Акуна Матата, и, типа, это счастье свадьбе. И он был такой милый, и потом он начал говорить про Африку, и мне стало так грустно. И он говорит, сколько ты можешь дать Африке? Я даю 2 евро. А он говорит, а еще дай, пожалуйста, евро. Я такая, ну ладно, даю еще евро. В общем, вот так вот выжимают деньги, и все ради любви. Вот так вот. Все ради любимого и ради нашей свадьбы. Тут, короче, похоже, застрял трамвай, просто посередине улиц. И сейчас этот никак не проедет. Люди стали выходить оттуда. Смешно. Ну вот, закончился мой рот походки. Женщина уже ушла, и я еще осталась практиковаться немножко. На самом деле, не думала, что у походки так много нюансов, и что, оказывается, я все делала неправильно. Вот сейчас исправляемся, так сказать. Моя основная проблема, оказывается, была в том, что я так не выжать все время. То есть я когда иду, я как-то иду, и кручу, и перчу, и все, да. А в мобильной походке нужно, наоборот, взять вот эту обувь вашу, или так вот и вперед, с косточки. Здесь опять мышцы, и то есть идти руки назад, спина прямая. Вот так вот, главное держать эти мышцы, и идти вот так вот этой походкой, да. И это очень важно. То есть будем исправляться. Не знаю, мне кажется, так еще и страшнее, но... Очень смешная ситуация со мной произошла сегодня вечером. Дело в том, что меня пригласили на ужин одновременно итальянец-красавчик-модель и испанец-красавчик-модель. Разница лишь в том, что один зовет меня с друзьями, а другой лично. И в одно и то же время. Кого выбрать? Ну что ж, была тренировочка, и вот, собственно, легкий ужин после нее, поскольку, ну, слишком много съела в обед. Ну что ж, подводя итоги этих трех дней, что я могу сказать конкретно про моделинг? В принципе, работы было очень много. Ну, как работы, кастингов. Я была удивлена, поскольку я начинающая модель, невостребованная совершенно. Но, в принципе, меня звали в очень многие места, очень классные клиенты были. И что было приятно, что многие делали мне коллбэк. То есть многие меня выбирали и хотели увидеть заново. Я была один раз за все это время на кастинге, который был для всех. Там были все ребята, они из престижных агентств, и такие вот, ну, короче, там была огромная очередь, и там был прям сброд всех моделей. И это было не очень. И я поняла, что это огромный плюс находиться в хорошем, приличном агентстве, такой, как вот у меня, Woman. Потому что у вас сразу будут клиенты, которые будут много платить. Они идут в это агентство, знают, что там будет хорошо, и знают, что это престижно. Поэтому лучше всегда, конечно, пробовать себя в хорошем агентстве. Конкретно о себе, какие я выводы сделала. Я всем очень нравлюсь по внешности, когда все там со мной разговаривают, фоткают у меня, все прекрасно, все отлично. Но я поняла, что у меня очень плохая походка, потому что люди меня уже выбирают, но когда видят мою походку, сразу типа, ясно, нет. То есть мне нужно работать над походкой. Многие говорят, что я толстая. Это я совершенно не понимаю, худеть я не собираюсь, но буду искать других клиентов. Значит, не мои клиенты.